доброго времени суток с вами вновь библиотека номер 187 сегодня 23 февраля в день защитника отечества мы поговорим с вами об одном из основателей отечественной батальной школы метрофане грекове метрофан борисович греков родился в 1882 году в области войска донского он был сам казаком из казачьей семьи поступил учиться живописи в одесское художественное училище обучался у кириака кастанди это такой художник греческого происхождения передвижник потом учился в петербурге у репина и что немало важно у франца рубо это такой художник наверное один из крупнейших вообще художников баталистов второй половины 19 века второй половины 19 начало 20 века собственно на фотографиях можете видеть самого метрофана грекова по нему было видно что он казак сам был военным служил в первую мировую в армии откуда привез множество зарисовок и его карьера в общем-то расцвела именно после революции вот например такая дореволюционная работа это бородинская один из эпизодов бородинского сражения который вот так вот нарисовал метрофан греков эта работа как наверное догадываетесь создана уже после революции и это эпизод гражданской войны картина называется в отряд буденному это первая значительная работа метрофана грекова тут мы видим с вами казака крестьянина он сутулый это говорит о том что он занимается физическим трудом и он идет в отряд так буденному в первую конную армию прикрепляет к папахе красную ленточку видно что простой рабочий человек идет воевать за свое право картина 1925 года тачанка одна из самых известных работ метрофана грекова именно о тачанке это такая повозка которую запрягались лошади с другой стороны был пулемет тогда еще танки только-только появлялись и массово не использовались и роль такого танка по сути играла тачанка именно тачанки советское время слагались песни писали стихи рисовались картины и не обошел тачанку своим вниманием и метрофан греков конечно здесь тачанка символизирует революционную стихию посмотрите на этих лошадей у метрофана грекова практически все работы они с лошадьми то есть он вообще очень хорошо был таким действительно настоящим конником как называл его ворошилов и очень детально и хорошо чувствовал мог нарисовать лошадь коня особенно в битве за лошадьми вы можете видеть как он нарисовал такую пыль которая естественно сопровождает любое сражение того времени да и не только в общем то того это вот одна из самых лучших и таких вот динамичных работ метрофана грекова тоже похожая работа тоже батальная батальная сцена кавалерийская атака видно что все происходит степи и вообще буденный рисовал прежде всего первую конную армию его часто считают летописцем первой конной так сказать что метрофан греков наследует батальную традицию верещагина он отказывается от парадности что вообще в батальном жанре довольно таки сложно потому что он просто предполагает парадность может показаться но нет если это вы посмотрите работы верещагина или метрофана грекова там этой парадности нету там как тут как и у верещагина виден человек видны лошади но нет вот этих вот застывших застывших фигур вот такая вот зимняя зимняя работа тоже один из эпизодов гражданской войны в россии работа которая называется чертов мост и тут как раз показана переправа переправа через такой хлипкий с виду мост на которые конь не очень-то хочет заходить опять же момент показан динамике опять же первая конная одна из самых известных работ метрофана грекова называется знаменщик и трубач которые предшествуют предшествуют атаки с красным знаменем конечно показаны люди которые боролись за красное дело надо сказать что метрофану грекова был не чужд не только был не чужд и жанр небатальный мирную жизнь он иногда тоже рисовал но опять же тоже с лошадьми поскольку он сам был из казачьей семьи пусть и не самый бедный достаточно зажиточный но он не понаслышке знал и видел что такое физический труд в поле тут показан сев когда сет сеют зерно тоже очень известная работа называется трубачи первой конной армии работа очень часто тиражировалась в советское время на открытках на плакатах ее могли видеть книгах тоже динамичный момент показан только авангард отряда опять же греков явно избегал сознательно парадность у него нет вот таких вот массовых массовых армий он такое не рисовал у него видно человека можете посмотреть на лица этих людей они все разные видно что он рисовал как будто бы конкретных людей то есть несмотря на то что вроде бы батальный жанр но художник этот очень ориентированы на человека настоящий гуманист наверное самая страшная самая страшная картина которая показывает как замерзли в степи в холодную ночь казаки павлова это такой тоже эпизод гражданской войны буденный лично это видел когда белогвардейцам пришлось зимовать зимать начать ночевать ночевать в холодный холодную зимнюю ночь в степи негде будет было укрыться и люди и кони буквально замерзали даже буденного это потрясло это осталось вот его дневниках жуткое зрелище совершенно но метрофан греков не стеснялся изображать войну и такой картина разоружение деникинцев деникин это один из таких самых важных самых главных генералов времен белых генералов времен гражданской войны и вот тут как раз показано как оружие у деникинцев отбирают и обратите внимание на флаг который находится в центре картины именно действительно все узнали наш современный российский флаг ну вот как раз его то и использовали белогвардейцы и он здесь лежит на земле очень показательный такой эпизод времен гражданской войны показывает и вот символизирует окончание окончание военных действий победу красных опять тачанка на этот раз с такого необычного ракурса обычно тачанку изображают спереди или сбоку а тут сзади но от этого динамика момента не становится меньшей не становится менее значительный вот такая вот картина метрофана грекова тоже с его неизменными конями нужно сказать что перу грекова принадлежит достаточно много работ и в их числе есть работы на тему марины на морскую тему и те как раз вот показаны гибели парохода вани коммунист это тоже эпизод гражданской войны сложно сказать что греков это вот только про лошадей вот посмотрите какой замечательную вещь он нарисовал и вот этот пароход который назывался вани коммунист он стал одним из символов борьбы с белыми на воде я его гибели даже песни писались советское время умер метрофан греков достаточно рано в 1934 году ему было чуть больше 50 лет можете видеть его могилу на новодевичьем кладбище он основал незадолго до смерти студию военных художников имени имени грекова она до сих пор в общем-то называется его именем и работы метрофана грекова находится в собраниях крупнейших музеев в том числе и центрального музея вооруженных сил россии спасибо за внимание